Всем привет! Меня зовут Лукашева Максим, я руководитель проекта Сизислав, мы занимаемся анализом YouTube. Если кто-то подумал, что мы сейчас будем говорить о видеомаркетинге, то нашимся. Мы поговорим не о том, как проводить трафик с YouTube, а как зарабатывать на своих просмотрах, на просмотрах своего видео в YouTube. Ведь на сегодня YouTube – это 20% всей интернет-видеорекламы мира. Многие полагают, что для достижения успеха в YouTube достаточно сделать три простые шага. Создать канал, запилить видосик, залить его и получить миллионы просмотров. К сожалению, это не так. К примеру, вы производите 30 минут видео в неделю, ну и зареваетесь. За это же время в YouTube выливается 300 миллионов минут видео. В годах это почти 600 лет. Думайте, 6 приков за неделю – видео. И это только в этом году. В следующем году будет в два раза больше. И весь этот цифровой океан подвержен закону проекта. 20% выливаемого контента заберут себе 80% прибыли с YouTube. Остальные 20% американских денег будут перепадены между собой 80% ютуберов. Как правило, любой новый канал оказывается на этой самой толпе аутсайдеров. Что нужно сделать начинающему каналу, чтобы попасть отсюда – сюда. Что за проблема? Микрофон, микрофон, быстро, 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 быстро. Спасибо. Давайте попробуем, как мы чуть глубже ответить на вопрос, как попасть в эти самые 20% и каковы же основные проблемы начинающих ютуберов. Проблема, по сути, одна – нет просмотров. Соответственно, нет денег. Ну, нет денег, соответственно, нет седьмого айфона. Давайте рассмотрим шаги, которые приводят на скейтные проблемы. Первый шаг – это неверный выбор ниши. Казал, где здесь можно ошибиться? Бери ту нишу, в которой можешь кипать видосики и вперед с песней. Так думал один товарищ, запилив канал по строительной тематике. Бухал в контент полтора миллиона рублей и год своего времени. К тому моменту, как его обояло таска, он заработал всего полмиллиона рублей с ютуба. Ниши в ютубе, так же, как ниши в поисковике, бывают высокотрафисты и не очень. К примеру, 4 из 15 категорий ютуба генерируют 70% всех просмотров на ютубе. Если вы выбираете низко-трафистую категорию для работы, позаботитесь о том, чтобы стоимость вашего контента стремилась к нулю, а его размер – к бесконечности. Отдельно хотел бы сакцентировать внимание на языках. Не для никого не секрет, что есть новоязычные страны, которые генерируют огромное количество трафа, при этом обладают самым высоким видом. В ютубе картина такая же, 62% всех просмотров в ютуб генерируют англоязычные каналы. Отрыв от второго места огромный, 8,5% забирают себе испанский язык, при этом впереди проигрывают к обиду. Если с природой вам улыбнулось, вы знаете какие-либо языки, либо владеете бюро переводов, выбирайте язык подороже и к обидистей. Если нет, не расстраивайтесь, трое лидеров замкает русский язык с показателем 4,2%, но и, конечно, низковато. Давайте рассмотрим пример двух каналов, очень схожая тема, они работают в одной тематике, очень близки, достаточно успешны, но их главное отличие – это язык. Первый канал – последний шоу, второй – плейзи ваших актеров. Возможно, кто-то и фан тоже их видел в ютубе. Второй канал я выбрал неспроста, для примера, потому что родным языком этого автора является русский или украинский. Русский парень. Но он предпочел вещать на английском, вести свой канал. Не будем давать садебрии и анализа, просто сравним цену за 1к просмотров. Как видите, за одну и ту же работу можно получать через 2-2 раза больше денег. И сколько бы контента вы не производили, не забывайте… Ага, ставить. Давайте еще возможность производства рассмотрим. Третий шаг на пути к проблеме отсутствия просмотров – это возможности производства. Какую винишу для работы вы не выбрали, вы должны хотя бы примерно понимать, сколько денег вы заработаете со своего контента, за одну минуту произведенного вами видео. Это достаточно легко сделать, посмотрев наш сервис аналитики. Просто посмотрите успешные каналы вашей тематики, посмотрите, сколько они зарабатывают за одну минуту своего видео произведенного. И прикиньте, подходит это вам или нет. Давайте рассмотрим пример, как этим пользоваться. Вы можете производить 30 минут видео в месяц. Ну, какие-то причины, больше вы не можете. Учеба, деятельность, выгул в сапарке и так далее. За год вы произведете 360 минут. Дистанцию в год я взял специально, чтобы понять, что вы за год, возможно, скорее всего, добьетесь успеха. Умножаем ваших 360 минут произведенных на 10 долларов. Это цена, возможная цена канала, успешная канала вашей тематики, ваших прямых конкурентов. И получается, что через год ваш средний доход будет 300 баксов в месяц. Если вас это устраивает, начинайте работать. Если нет, повышайте уровень производства. Ну, либо меняйте тематику. Там, где цена за минуту будет дороже. Ну, либо, если и то, и другое можете сделать, наверное, надо поменять профиль и не трогать виду. И вот, сколько бы видео вы ни производили, не забывайте про оптимизацию. Неполная или отсутствующая оптимизация – это довольно распространенная ошибка как новых каналов, так и каналов, которые уже преодолели план вот пару его подписчиков. В оптимизации мелочей нет. Первое – это значок видео. Об этом думке, наверное, можно не один, и даже, наверное, не два доклада сделать, поэтому сегодня мы не будем более подробно на него останавливаться. Просто скажу, что я неспроста его поставил на первое место. Он заслуженно стоит вверху. Обращайте на это внимание. Далее – тайтл. От того, какие киворды вы напишите в тайтл вашего видео, вы будете взбивать трав с топа Ютуба и, как следствие, с топа Гугла. И описание. В описание нужно пихать дополнительные киворды вашего видео, тайм-корды, ссылки на плейлисты, ссылки на ваши внешние ресурсы, стыковые имеются, и так далее и тому подобное. Этих три пункта я срубтировал не просто так, в отдельную группу. Все они должны взаимодополнять друг друга и быть продолжением видео. Только тогда ваша аудитория будет удовлетворена, и время просмотра вашего видео будет максимально высоким. А это важнейший фактор аранжирования Ютуба. Теги. Я просто расскажу, как с тегами работаем мы. Мы теги разбиваем на три группы. Первая группа – это теги самого канала, которые не меняются от видео к видео. Вторая группа – это теги плейлиста и по категории. И третья – соответственно, теги самого видео. Это очень просто. Позволяет не терять график со своих видео на чужие похожие. Плейлисты. Многие забывают почему-то их делать. Это очень классная штука, которая в первую очередь улучшает навигацию по вашему каналу, соответственно, увеличивает время удержания аудитории вашего канала. И позволяет собирать дополнительные позиции в топе Ютуба. Там выдачи Ютуба не только эти видосики, но и плейлисты. Субтитры. Субтитры мы рассмотрим чуть ниже в экспериментах. Мы провели специальный эксперимент для вас интересный. Там поговорим о субтитрах. Локализации трейлеров. Давайте посмотрим на примере, как не надо делать с локализациями трейлеров. Вот прикольный канал Primitive Technology делает шикарный контент. И прелесть этого контента в том, что он абсолютно без звукового, без голосового сопровождения. Он использует локализации. Этот парень выкладывает около полутора роликов в месяц. С каждого ролика он зарабатывает пять тысяч долларов. Ну, по нашим подчеркам. Если бы он сделал локализацию, он зарабатывал шесть-семь тысяч долларов. Что же такое локализация? Локализация – это возможность перевести тайтлы и описание вашего видео на другие языки. Соответственно, расширить свою аудиторию. Цифру 20-40% я взял не с головы, а вот с нашего личного опыта, как у нас работают локализации. Ну и трейлер, соответственно. Не используя трейлер. Рекомендации к YouTube об этом я. Прямо сказано, что трейлер желательно, чтобы был на канале. Ну и самое главное, что трейлер – это действительно карточка вашего канала. Заблюг ухо на ваш канал. Не забывайте об этом. Как видите, мелочей очень много. И чтобы в них не запутаться, нужна аналитика. Именно аналитика отдаст вам пищу для размышлений и позволит избежать ошибок, присущих всем новичкам. Но аналитику давайте рассмотрим сразу в примере вместе с нашим кейсом. Переходим к самому вкусному личной обыкной цифры. Посмотрим на примере одного нашего канала, как создать и раскрутить канал в кратчайшие сроки. Что мы сделали прежде, чем запустить канал? Мы взяли топ-10 наших каналов в нашей тематике и разобрали их по косточкам. Выяснили, сколько видео они выливают в неделю. Определили, какова глубина социализации их видео, насколько хорошо видео растаскиваются по социалкам и какие социальные сигналы получают в YouTube. После этого посмотрели, как они оптимизируют свои видео, какие теги используют, их количество, как заполняют описание и так далее и тому подобное. Определили оптимальную длину ролика. Как это сделать? Это на самом деле очень просто сделать, посмотрев на этот график. Здесь сразу видно, видео какой длины, по сети у нас длина в минутах для видео, по их вику процентов. Здесь сразу видно, видео какой длины, приносят максимальную глубину просмотра в процентах, а также дают максимальный отклик аудитории в виде лайков, дизлайков, подписок и комментариев. На данном примере сразу видно, что от двух до пяти минут это наша золотая середина. То есть максимальное количество видео должно попадать в этот диапазон. Далее мы поработали с трендами. Как с трендами самих каналов, так и с трендами в целом. Определили по каким приворкам мы сможем делать видео, а по каким нет. После этого определили оптимальное время и день недели для вкладывания видео. После работы с аналитикой приступили к проработке рекламной стратегии. Решили откуда и сколько будем подливать трафика для прокачки наших видео. Запомните, без стартового трафа вашему каналу не свидетельствует ни в одной тематике. Трафы стартовые обязательно. Давайте рассмотрим основные источники, откуда можно взять этот стартовый траф. Отворц, всем известный, с огромным количеством настроек по таргетингу. Но на речках придется повозиться, чтобы добыть недорогой и тематический траф есть. Социалов. Хороший траф по хорошей цене, но не для всех тематик, к сожалению, подходит. Детской тематики здесь очень мало, но зато разбегухи и музыки хоть отбавляем. Далее. Реклама на других YouTube-каналах, онлайн-каналках и других видеоконсингов. Здесь можете покупать как напрямую каналов, так и через биржи. Кому как удобно будет. И бассейн с помощью сервиса. Достаточно новое явление в раскрутке видео. Неплохо все зарекомендовавшие. Из плюсов, что очень быстро стартуют, даются вас прав. Это очень важно. Представьте вашего канала. И приятный бонус, в эти сервисы постоянно переливаем прав. Почему-то очень приятный бонус. После проработки рекламной стратегии и скрупулезной налички мы приступили к запуску. Снимателька канала детская. Снимали и выкладывали по 4-6 видео в неделю. Как видно из графика, вначале у нас есть несколько пилл просмотров. Это и есть наш стартный граф, который мы подливали согласно нашей рекламной стратегии. Через 3 недели вот здесь канал начал плавно оживать. Перейдем на источники просмотров и видим, что канал стал попадать в похожие каналы нашей тематики. Фиолетовое, это все граф с похожим. В принципе, по ютубу вот картина по большинству канала вот такая есть. Не останавливаемся, делаем дальше и дальше, ничего не меняем. И еще через месяц канал преодолел 1 миллион просмотров в день. Так что же случилось? В чем секрет? Почему у нас получилось? Друзья, анализируйте своих конкурентов, топовых конкурентов. Следите по каким ключевикам и гейвордам работают они. Делайте по ним же. Определите, что нравится аудитории и идите у нее на поводу. Тренды плюс стартовый травм плюс оптимизация. Вот залог успеха. А самое главное, если у вас что-то получилось, ничего не меняйте. вот пример другого нашего канала, на котором, как нам показалось, все получилось, и мы забили на аналитику. Как вы думаете, что это за красная линия на графике? может сказать? Может сказать? А? Это линия беда и отдела аналитики, отвечающего за этот канал. И вот она не заставилась одолгождать, результат вот такой. Подытожим. Реальные шаги успеха в YouTube выглядят вот так. Анализ, 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 стартовый травм и оптимизация. Прежде чем сделать какой-либо шаг, проанализируйте его последствия. Будьте внимательны к деталям. Иногда детали становятся рогом изобилия трафика на ваш канал. Но и не все детали одинаково полезны. Иногда оптимизируя свои видео, наследуя не только умным советом, но и глупым. Я говорю о таких мифах YouTube, которые мы сейчас попробуем разрушить, ну и подтвердить. Эксперименты. Первый, наверное, самый породатый миф, гуляющий на проскорах YouTube-а, это оптимизация файла, заливаемого на YouTube. Многие полагают, что откровенно проспаймуют ключевиками само имя файла и его свойства, а можно сказать, вдруг, то они получат преимущество перед конкурентами в поиске YouTube-а. Мы решили это проверить. Что мы сделали? Взяли две виртуальные тачки, чистеньких новеньких, заинфицировали два аккаунта YouTube-а, делали все одновременно, подтвердили их по SMS, все, как положено. на каждом канале создали по три, на каждом аккаунте создали по три канала и сгенерировали 15 пар видосиков. Все видео были одинаковые по охране митражу, по битрейту, по разрешению. Заливали их одновременно также на два канала и связали позиции в токе YouTube-а. Все видео столкались в выдаче вот так вот, один за одним, неразрывно. И для того, чтобы... мы для каждой пары использовали один и тот же тайтл, описание и теги. Вопрос. У меня просто микрофон выключил сейчас. Не уозначает это новинка. Да, да. Через несколько дней это уходит и ты отказываешься где? Мы сейчас дойдем микрофон. Да, мы сейчас дойдем до этого. Понял. Это я показал, как они находятся в выдаче. Ну, просто мы сразу через минуту сделали скрин после, во время проведения эксперимента. Для того, чтобы построить нормальные диаграммы, которые хоть что-то покажут, мы решили тем видео, которые располагались выше своего конкурента, давать один балл. Тем, которые располагались ниже, давали ноль. Вот что получилось сразу после заливки. Тут было видно. Видео с оптимизацией. Ну, то есть, рандом. Через какое время? Это сразу. Ну, вот что написано. Сразу через минуту после заливки. Вот. И вот срезали позиции через две недели. Вернее, мы их срезали каждый день, но чтобы вам не показывать там 15 слайдов, мы сделали через две недели срез. Позиции по title описали и тегу. Как видим, оптимизация заливаемого файла на YouTube вообще никакого влияния не оказывает. Тем более, ни одно из видео в каждой паре не оторвалось от своего преследователя. Всегда они были в топе все вместе склеены. Поэтому лучшее время, которое вы хотите потратить на организацию файла, потратите на работу с вашим контентом. Ну и еще с чем-нибудь. Второй эксперимент это влияние решения видео на его рожирование. Многие полагают, что снимая видео в поле разрешения, чем конкуренты, они будут получать преимущество в топе. Это мы тоже решили проверить. Исходные данные такие же, те же 15 пар видео, тот же франометраж, тот же фитрейт, только одно видео в паре было разрешением 4К, а второй 720p. Специальные цели побольше размер, чтобы подслеживать влияние. Кстати, если кто-нибудь знает, на YouTube уже есть одно видео, ну одно точно, 8К разрешение, он уже это первое. Так вот, так же заливали одновременно, все делали так же одновременно, и связали позиции. То же самое, видим, что по тайтлу, описанию теку, никакого преимущества, никакое видео не получило. И такая же картина, в принципе, через 2 недели. Абсолютный рандом. Как видим, значит, разрешение никак не влияет, не дает никаких преимуществ перед роликами с более низким разрешением. Но от себя хочу заметить, работайте в комфортном для вас разрешении, исходя из вашего железа, но не забывайте о комфорте зрителей. По нашей статистике, доля телевизоров среди устройств просмотра YouTube разверт, а телевизоров 4К становится все больше и больше. Поэтому подумайте сразу о их зрителях. Они же платят денег, нельзя. Это разрешение огромное. И последний низ на сегодня это влияние субтитров. Я сейчас говорю не об автоматически создаваемых субтитрах Google или YouTube, а об авторских субтитрах. Исходные данные те же в привычной для вас форме. Здесь мы, правда, немного узнали и сделали 10 пар видосиков уже. и к одному видосику в каждой паре добавлялось по файлу с субтитрами. Вот теперь мы видим влияние. Все ролики с субтитрами стали выше роликов без субтитров. Как видим, четкое влияние как сразу, так и через две недели. Но от себя хочу добавить, что инститрик рассматривает субтитры как еще одно поле для спама ключевиков. Не забывайте, зачем YouTube придумал эту функцию. Он ее придумал в первую очередь для того, для людей с ограниченными возможностями. А по данным ООС, около 5% людей на земле страдают испытывать проблемы органов слуха. Это могут быть фанаты вашего канала. Ну, спасибо за внимание. Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ И еще раз, дорогие друзья, аплодисменты. Просто, друзья, я смотрю, руки тянете, просто Максим Лококов! Е-е-е-е-е! Ох! Знаете, что получилось? Вчера, раз-раз, вчера, раз-раз, пока не надо. Подожди, пока не надо. Вот. Что вчера получилось? Да, вчера я должен был подготовиться. у меня был один очень интересный эксперимент, который я проводил с Google Plus системой, как быстро, за пару-треечку дней, вывести Google-видео и YouTube-уфто, они меняют алгоритмы конкретные, и получалось, да, были подготовлены некие слайды, которые, в какой-то степени, там, осинкоррировались тем, что ты там сегодня сказал, но мне очень приятно, друзья, что сейчас, как бы вашему вниманию было предоставлено действительно уникальные возможности, уникальные фразы о том, что сегодня работают, и я, безусловно, благодарен тебе и вашей системе о том, что вы провели вот эту кропотливую аналитику, такую систему, да, там, с ясколькими аккаунтами, там, с десятками заливками видео, каждое видео было, ну, как бы, ну, оно было правильное, но там с разными названиями, с разными там-то, премьюшками и прочее, и потом посмотрели, что это произошло. Я с открытыми глазами сейчас слушал, да, многое знаю, но, потому что мы вчера встречались, отлично, но у меня есть просто несколько слов, но я, конечно же, их для себя оставлю, потому что это сейчас будет битва, там, друзья, это будет баева тема, не будем пока это отвалить, это отдельная лекция, платная лекция, поэтому давайте вопросы. Можно? Встать, пожалуйста, да, да. А, вот так у меня есть. Поближе микрофон. Компания «Р-52». Значит, мой опыт в основном с серыми каналами, и, насколько я знаю, по опыту, да, то, что вот разрешение, если в копии стоит два видоса, ну, по сути, одинаково, два фильма, да, заливаются, если у одного ищите, у другого не ищите, то это довольно сильный. А, вот так, но я же говорил о том, что мы разные видосики все-таки взяли. Вы же, контент-иди Ютуба, он распознает и менее качественное разрешение, и более высокое, и он это будет дабл-контент. Тогда, конечно, в более высоком он поставит выше, но мы же говорим об автусском контенте, не о серой теме. То есть, если вы выливаете просто, конкурируете с людьми не тем же самым видео, да, то есть не воруете видео, в принципе, ну, и как, или вас не воруют, то, конечно, не воруют. Макс, 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 вопрос следующий, давай я его перефразирую. Ребята, серая тема, это не авторский контент, а фактор, фактор алгоритмизации и ранжирования в Ютубе. HD-видео, 720p, либо там 360, ну, вот, это влияющий фактор или нахрен он не влияющий? Ну, 360p, я вообще предлагаю не рассматривать, это как бы не уложение. Ну ладно, 480, 720p, не авторский контент. 480p, это тоже предлагаю не рассматривать. Вот, 720p, это еще 80p. Не влияет абсолютно, это я со всей уверенностью могу сказать, на данный момент в Ютубе это не работает. Но, смотрите, вот, к слову серых канала, если вы зареваете свое видео, и ребята серые будут его у вас воровать, то выливайте его максимально в сокром разрешении. Они, допустим, его могут загнать в какой-нибудь там рендер, перегенерировать его в псевдо 4k, например, и соответственно украсть его с позицией. В том, кстати, я об этом никогда не думал. Стоп, стоп, ты только что говоришь, что они с 4k его делают, с 1080p на 4k делают, значит они позиции выше станут? Ой, сори, в будущем, когда это начнет работать, что-то заговорился. А ты как-то думал? Телефон уже? Я просто убежден, что растение будет работать, это однозначно. Не могу я спорить, друзья, не знаю того факта, но мне все-таки кажется, что этот фактор, он работает. Он работает, он работает. Он работает хотя бы на основе сниппета. Ну хотя бы на маленький взгляд он работает. На основе сниппета. В выдаче сниппет, если вы уделяете HD, а вот у меня в HD, то у меня у меня есть начальник поищения. А знаешь почему? А знаешь почему? Это уже поведение, это не расширение, это уже поведение пользователя. Твой браузер видит, какая скорость потребления канала, ну, интернета. И он видит, что тебе надо поставить этот видос, который 720, а значит битвейт у него там 2,3 десятых там мегамитра. Значит надо патент выше, потому что ты работаешь в Google Chrome, ты потребляешь YouTube, Google Chrome или не знаю там с любого мобильного приложения, да? Он видит, какой у тебя бэндвич, бэндвич. Наиль, мы даже пошли дальше. Есть, есть, есть такое, он прав. Я расскажу, у нас была теория. Отключите камеру, мы сейчас пойдемте. Мы даже пошли дальше. Все, 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 вопрос дальше. Нет, давай про решение одну штуку скажу. У нас была теория, что если у вас на экране будет разрешение там 4К вашего экрана, тогда ролик с 4К будет выше ранжироваться. Ну, потому что YouTube определит, что тут. Ну, это как в ЕССР сработает, да? Если ты заходишь на мобильное, тебе билет стоит 37 тысяч. Если ты с какого-то дренового ноутбука заходишь, тебе билет стоит 26. Все это все мы знаем, нормально. Не работает ли это? Мы думали, что работает? Нет, не сработало. Значит, сейчас решение не работает. Я со всей уверенностью это говорю. Но однозначно делайте хорошие решения и уважайте зрителя, во-первых. Во-вторых, я думаю, что скоро это заработает. Дальше. Ну, давайте аплодисменты. Мы тут устраиваем планы. Следующий вопрос. Здравствуйте. Валентин Севастьянов. Мы тоже, на самом деле, экспериментируем немножко с каналом YouTube. Молодцы, вы старцы. И как раз к Максиму. Мы немножко не так вот зарабатываем. У нас партнерские ссылки под видео. Так, стоп. Конференция 2017 SEO Conference будет в следующем году. Как расскажешь себе? Давай вопрос. Вопрос как раз по локализации. То есть сейчас было озвучено, что за счет локализации мы поднимаем анжировность видео, то есть и доля трафика должна по идее увеличиваться. Увеличиваться? Да. В других языков. В других языков. А? В других языков. По нашей причем статистике, то есть трафик от тех языков, на которые происходит локализация, происходит он, ну, порядка одного процентов. Но не более. Кто же знает? Оптимизировать? Хорошо. Я просто все... Нет. Мы... Так, нет, нет, нет. Вопрос. Вопрос. А насколько влияет именно язык видео, то есть при локализациях? То есть, грубо говоря, лучше делать на английском, делать локализацию там на итальянском, на русском и так далее. Или можно делать на русском и дальше уже там на английский, итальянский и так далее. Вопрос. Это там слайда. Ну, выход очевиден делать, конечно, английском. Тут тоже не обсуждается. Макс. Основной язык тоже английский. Макс. Вот вчера в Кабарте. Простите. Вчера мы с тобой сидели и разговаривали о том, что в YouTube есть сейчас уникальная возможность, которая вам позволяет автоматически локализовать, ну, там, на 6-8 языков ваш видеоконтент. Самое главное, он будет в выдаче подсказывать, подставлять тот видос с локализованным, не знаю, как это, с субтитрами и прочее, да. Ну, если ты там сайпишник, то ты и израильский захочешь, американский и прочее, да. Вот. Он даже может переводить, ну, короче, он заголовок-то не сможет переводить. Ну, вчера же объясняли. Локализация есть. Оно работает. Игорь, а у тебя же еще вопрос по локализации субтитров. То есть они как работают? Ручные. Субтитры от нас, значит, делать ручные. Ручные. А, нет, нет. Как-то... Дают ли они преимущества? Да. Конечно, дают. Я вот не буду вдаваться какие-то дебри, просто посмотрите топовые каналы YouTube. Я не знаю, как они это делают, ребята, но у них авторские субтитры на 18 языках. У меня такое ощущение, что они субтитры им помогают. Да, там сервис есть на YouTube, который за... Да, это за деньги. Да, да. Но я думаю, что топовым это в YouTube вообще бесплатно. Это мое мнение. Но надо делать, субтитры надо делать. Локализации и субтитры локализованы. Круто. А еще по количеству слов в описании, то есть по объемам, и в ключевиках вообще есть какие-то рекомендации или нет? Нет. Пишите ключевики основные ваших дидро. Работайте с ним. Однозначно зарежьте в уникальных качествах. Ваш сервис позволяет подбирать ключевики? Что? Ваш сервис позволяет подбирать ключевики. Не знаю, подсказки поисковые из YouTube или прочее. На данный момент мы подсказываем только работу с трендами. Там был слайд, если вы обратите внимание. Это работа с трендами. Дополнительно собирать симметическое ядро, которое для вашего канала. Да. Мы не помогаем пока. Воспользуйтесь гуглом, вордстатом. Вордстат это не в итоге. Не то, не то. Ну, Google Trends, Google Analytics и прочее. По двору забегайте, короче, включили и все. А давай немножечко еще с тобой вдвоем. Вот здесь вдвоем. Иди сюда. Иди сюда. Не, мне очень приятно, друзья. Сука, моя... Простите еще раз. Моя тема. Моя тема. Ну, да, вчера выступил Ромка Морозов. Но вот я просто вот знал, что сегодня выступают, блин, вот мои прекрасные друзья. Я не могу просто не сказать о том, что и вот сейчас Максим просто это тоже подтвердит и добавит. Как я в самом начале сказал о том, что сегодня направление видео – это самое трафикообразующее направление. Все. Даже вот многие из вас, да, в интернете сейчас немножко Wi-Fi здесь упал, но он сейчас уже, наверное, поднялся. Но каждый из вас может сейчас достать свой смартфон и там сделать трансляцию на Фейсбуке, написать ключевые запросы через несколько минут или через несколько часов. Это будет в поисковиках на первом месте и прочее. То есть видео рулит сегодня. Что я хочу сказать, Максим? Это не за рубль, это просто вот что я хочу сказать. Ребят, вот по поводу, ну как это, мультик анальный, да, как раньше переводил, там, у нас, да, Word, Microsoft, вот мультик там, где анальный есть здесь, да, а я просто сбежаю. Мультик анальный. Вот развитие вашего видео. Ну здесь вот сколько не канальность, а здесь сколько вот разноязыковость. Вот именно. Очень сильно сейчас скажу, и ты можешь подтвердить или нет подтвердить. Работает Google+. Ситуация. Я работаю на чемпионате, друзья. Работаю на чемпионате. Да, основное ядро это футбол и все, что с этим связано. Но есть не менее ядровое направление по названию восточно-ядового единоборства, да, боксами, мэй и прочим. Если кто-то из вас сейчас, не знаю, там, чемпионатом или там подписался, там, на YouTube и прочее, хочет просто спросить, узнать о том, как, кто там потребление и какой, не знаю, лидер канала. Я, что? Нет, 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 нет. Я вам просто скажу. Я хочу сказать о том, что это ММА-бокс. Что было сделано? Просто было взятое видео, и ты сегодня об этом говори. Заголовок и прочее закинут в Google+. Но дальше, вот как говорил, да, вот мой коллега о том, что было подставлено описание в этих постах и прочее, и пошли трафики. Правильно? Это работа с социалками, это вообще везде, надо делать в сайтах и видео везде. Вот, 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 совершенно верно. Поэтому, ну, что было сделано? Вот он правильно, и это действительно, это вот, ну, сегодня для вас, для многих, может быть, это явилось открытием о том, что субтитры должны быть. А на американскую работу и на аудиторию, заливаем это в Google+, в американские сообщества, подставляем субтитры. А, поработает алгоритм YouTube, Б, поработает социальные факторы. Ну, не надо считать сейчас столько минут в Google+. Вообще социальные минуты работают? Ну, вот, я просто проводил эксперименты с Google+. То есть, влияние на аранжирование в YouTube? Влияние на Google+. На расходы, аранжирование и прочее? Нет, так мы проведем этот эксперимент для тебя и на неправление. Нет, не для меня. То, что вот ты это сказал, я просто добавил, что действительно так это нужно. Субтитры, ребята, они нужны конкретно. Ну, это ладно, это вот сейчас добавление. Давайте еще вопросы. Я хочу сказать еще, что вот эти эксперименты, если понравились, мы вообще планируем их на постоянной основе. Где-то один-два эксперимента в месяц. Может быть больше проводить, выкладывать на наши блоги, делиться с общественностью. А блог как называется? Сизислад. Будет блог у нас. Ой, Сизислад, да. На Сизисладе мы заведем. Ну, то есть там... Хорошо, на Сизмедиа. Ну, это ладно. Это мы обязательно, когда в рассылке организаторы будут предоставлять вам материалы, видеоматериалы. Это обязательно об этом будет рассказано. Давай спорить что-нибудь хорошее. Там больше нет. Нет. Еще. Еще просто. Пусть работают. Да они говорят. Не надо про политику. Не слушай его. В Медведе в лоб нам сполить что-нибудь. Ну, давай. Давай, давай. Все. Все. Нет, сейчас. Здесь. Нет, сейчас здесь. Я знаю, что еще сполить-то и все. Ну, что работает? Наив, я сказал конкретно. Что работает? Кейс. Что работает? Наив, мне нечего добавить. Ну, картинка яркая работает. Нет, как я сказал, это вообще пример целого доклада моего. Он знает, 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 знает. Друзья, напомню аплодисменты Баксу Луганского. Знает. Он все равно тебе это говорил. Кто не может, да? Не могу я сказать. Я тебя не могу. Я не могу. Картинка – это разговор. Да, картинка – это просто. Я тебе дал понять. Не картинка. Я акцентрировал внимание, что картинка на первом месте в активизации. Конечно, картинки работают с картинками. Два вида работают. Картинка. Крутить первые 300 просмотров, чтобы попасть в статус наивки, а потом дальше продвигаться. Наив. Мы в 2016 году, в 2015 году отменили еще 301 просмотров. Ну, что? Ты в первом своем слайде, и мы вчера с тобой говорили о том, что первые просмотры являются для Ютуба. Для вас это не важно. Важнейшее. Для Ютуба. Для угла. Первые просмотры. Раньше было 300 просмотров. Сейчас он у меня уверяет, что нет, не 300. Но первые просмотры – несколько сотен. Вот загрузились мы ролик, да? Вот шарик сегодня будем мы разыгрывать. Кстати, у вас шарик. Разыгрываем вот ролик, выложили с шариком, да? Посмотрят два человека. А там название будет, такой заголовок. Да ни хрена вы не попадете в то, потому что уже есть другие шарики такие. Но! Вот если с шариком нормально, а потом зайти в какой-то сервис, либо к вам, и попросить, ребята, посмотрите там 500, 700 и прочее. То есть я к чему сейчас подвожу? К тому, что в каждой климатике свой стартовый тракт. Конечно, стартовый тракт. Два раза об этом в докладе сказал. Ну, никак не выйдется. Ну, никак не выйдется. Ну, ладно, нет, аплодисменты, спасибо. Все, все, не надо, зикуй.